Инспекционные визиты народных избранников 13-го избирательного АО «Круга» до момента сдачи объекта здесь будут регулярными. Сегодня на стройплощадку прибыл Сергей Ксузян. Депутат отметил, все идет по плану. Подрядчик уже напомнил, что сдачу этой пристройки в 82-й школе ждет не только весь поселок Дагомыс, но и жители близлежащих сел. Правда, завершение работ все ждут по разным причинам. Жители проявляют недовольство. Если строители задерживаются здесь после 8-ми, соответственно, настройки есть определенные шумы. Соседи начинают звонить в полицию. Я прошу и обращаюсь к людям, но потерпите чуть-чуть, чтобы 1 сентября это было достроено и сдано в эксплуатацию. Этой пристройкой мы полностью убираем вторую смену. Мы, как депутаты от партии «Единая Россия» неоднократно посещаем эту стройку и хотим, чтобы она построилась вовремя, качественно, чтобы люди были довольны. Строители зашли на площадку в июне. За это время возвели три этажа. Через месяц завершат все монолитные работы и сразу приступят к возведению внутренних перегородок. Наручные инженеры сидели. Кромоэлектричеством не все закончили. Вовремя сделали. Я думаю, на сегодняшний день мы идем в опряжение графика и срок издадим. В 82-й школе обучается полторы тысячи школьников. Новый корпус, расположенный по соседству, переедет вся начальная школа, которая будет существовать автономно от основного здания. Начиная от столовой и заканчивая медицинским блоком. Свой спортивный зал, свой актовый зал, тренажерный зал. То есть все, что необходимо для того, чтобы существовать самостоятельно. И на территории основного здания, и на стройке депутаты появляются частенько. Очень благодарна им. В свое время здесь была открыта даже группа кратковременных пребываний. Целиком депутатские средства. Каждый год я получаю дополнительное финансирование. В этом году были средства выделены на ремонт крыши в учреждении. В самом избирательном округе номер 13, то есть в поселке Дагомыс, депутат также обещает очередные перемены. В скором времени здесь появятся прогулочные зоны. А в следующем году вместе с новым корпусом школы в поселке откроется новый парк.